Всем привет! Это подкаст. Мы в этом пиццы. В студии Сашка. Всем пицца. В студии Пашка. Пепперони. И в студии Дашка. Другая любая пицца, только не с халапеньо и грибами. О, блин, тебе не подойдет моя. С ананасами. О, да. В общем, мы пишемся в международный день пиццы, и мы решили, а что бы не, как-то не влупить пиццы нам? Не затрепать, да? Не давать по пиццулечке. Девятое число. Да, по пиццунешечке. Да. Вот у меня какая-то пицца с колбасами, но тут непонятно, тут какие-то вечинки, сыры. Назовем ее домашняя пицца. Вот у меня тоже какие-то вечинки, сыры, микрокусочек перца и невероятно тонкий кусочек грибочка. А у меня халапешка и бекончик, и какие-то тоже сыры. Блин, ну вот мне нравится Пашина пицца, только выковырять бы халапешку и Пашу отогнать от этого куска. У себя там повыковыривать что-то, поняла бы. Я даже не буду себя выковыривать. Пицца, не слушай ее пицца, ничего никто не будет выковыривать. Я тебя только скушаю. Пицца. Она еще такая на довольно толстом тесте, такая ножористая. Садим пиццу. Садим пиццу. Ну что, пицца съедена. Как ваши дела? Я теперь вообще такая добрая. Как ваши дела? Займи 5-7, 20 тысяч рублей займи. А у меня нет столько. Блин. А сколько есть? Нисколько. Блин. Даша, займи нисколько. Спасибо. Ты ему отдала все нисколько? Офигеть. Вот это щедрость. Так это что, как дела? Как неделя? Всю неделю был дома. Ничего не делал, никуда не выходил. Ел, спал, ел, спал. Играл в игры. Блин, у меня такое ощущение, что всю активность, жизнь передает, которую Сашка должен выполнять, она передает мне. Потому что я в воскресенье поехал в другой регион в командировку. И туда еще нормально доехал. А обратно мы ехали в краю у нас снега. Типа, ну, субстанция какая-то белая начала с небес сыпаться. Мы там, да, погуглили, снег оказалось. И я ехал обратно. И это был просто ад. Дороги нечищены. Вот эта каша, короче, на дороге. Снег еще этот немокрый, а сухой его носит. И вообще, ну, ты не видишь ни полос, ничего. Я ехал в вечность вообще. А мне, как назло, ну, типа, пилить до Краснодара очень долго. Все, считай, пересекаешь. Очень тяжелая была дорога. Я приехал, получается, вот я в воскресенье был, там, понедельник. Во вторник я приехал домой. Где-то под 11 часов вечера. И понимаю, что мне еще завтра на работу надо идти. А я уже, ну, все, как бы. И я в среду пришел на работу такой. Мы еще едем. Помогите. Вот. Ну, и, в общем, активно все. Паш, ну, у меня тоже не так уж прям. У меня тоже были активности. Я готовил вкусную еду и ел ее. Справедливо. Справедливо. На хардах прошел что-нибудь? Не, потел в доте, как обычно. Потел в доте. Да. Там, чтобы это, пропотеть, чтобы температуру сбить, да? Да, да, да. Да, да, да. Врач ему прописал просто. Понятно. И в доте пропотеть. Потеяли, так делаю. А надо в доте, Даша. Блин, хорошо. Я погуглю эту вашу доту. Это вашу. Доту, да, да. Да, да, да. А сегодня опять надо было ехать. Я еще в Северскую сегодня съездил. Ну, в Северской кайфово. Там такая станичка, знаешь. Ты как деловой, Пашка? Вообще там все такие на лайте. Я захожу, там БТИ, короче. Там тетеньки сидят все, ну, такие, знаешь. Здрасте, не здрасте. Давайте мы вас... Вот, да, да, что вы принесли. Я вот вам документы. Ой, спасибо. Какие вы хорошие. Классно. У меня, не знаю, все скучно. Вот. Все. Ну, то есть, если Титов сидел дома... Подписывайтесь и слушайте наш подкаст на всех платформах. У нас здесь такое обсуждают. Такие интересные люди. Вот такие коры прямо вообще. Один сидел, жрал и играл, другой ничего не произошло. Третий работал. Вау. Просто феерия, феерия. Да, Сашка хотя бы в игры играет, а у меня нет компьютера, чтобы играть. Вот, есть компьютер, чтобы работать только. Играй на телефоне. Я забыл вам рассказать. У нас тут недалеко от Краснодара, ну, вот, по нормальной погоде, типа, час-двадцать езды, есть станица Анастасиевская. И там есть заведение Кубана-Кабана. Нам туда надо поехать. Хорошо. Оно вообще такое кайфовое. Там, ну, типа, и вкусненькое, и оно такое выглядит, вот, знаешь, как в зарубежных американских фильмах такая забегаловка у джероги. Диннер, да? Ну, типа, вообще. Кофе из кофейника и блинчики. Не-не-не, типа, знаешь, вот эти фильмы, когда вот ты такой заходишь, и там магазинчик, и кафешка прям в магазинчике, вот. И, ну, такой дизайн прикольный, все такое свежее. Они там рядом еще строят какие-то вот домики для проживания прям. Ну, все, в общем, нам понравится. Хорошо. Так вот, особо ничего не происходило. Единственное, я чувствую приближение 30 лет, потому что я замариновала капусту. Ну, я прям такая, хочу маринованной капусты. Ну, типа, прям что-то мне приспичило. Такая в свекле, которая маринуется, она такая красненькая потом, красивая. Вот, и я... А ты прям думаешь, это вот из-за того, что 30 лет приближается? Ну, либо из-за того, что я хотела капусту. Да, я вот думаю, это более вероятно, потому что это уже был в этом состоянии. Просто обычно я там, типа, покупаю такие штуки, а не делаю сама. А тут я прям кастрюляку себе сделала. Потому что сама, если сделала, ты знаешь, что ты туда положила, что оно качественное. Опять же, семейный вот этот рецепт, да. Из этого, от прабабки к прадедке передающейся. Через интернет, да. Через интернет, самый первый по ссылке. Так и есть. Вот, ну, короче, может быть, на поездку в горы? Нет, не в горы мы едем, в лес. Я, может, возьму с собой. И все, больше ничего не возьму. Подожди, продегустируем, жрать. Оценим. Будет две бутылки джина и кастрюля капусты. Вот такая вот тусовка. Нормальный план, уже хорошо. Капустно-джинная. Да, это как бы диетическое все. Очень даже, да. Мы едем худеть. Капуста с можжевельником буквально, да, получается? Да, да, все растительное, растительная основа. Вот, Паша, ты переживал, что если холодно будет, будет тяжело шашлыки жарить. Не надо шашлыки жарить, да. Капуста уже готова. Пей джин, да, ешь капусту. Вот и все. Вот и все. Вот. Ну, еще, конечно же, мы напомним нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас есть наш канал в Телеграм, Ракунгэнг. В описании подкаста есть на него ссылочка. Переходите туда. Мы там выкладываем фоточки, видосы с записей, за кулисья. Теперь у нас архивный вторник появился. И я каждый вторник плачу о том, какие мы были молодые, красивые и веселые. А теперь мы старые, красивые и веселые. Вот. Класс. Ну, короче, прикольно. Мне нравится, честно говоря, эта рубрика. Ну, и у нас есть страница на Boosty, где выходят всякие неизданные моменты из этого подкаста, где мы там ржом спотыкаемся, не знаю, прикалываемся. Тык-мык-пык. И подкаст проведу, новый эпизод там. Идите. Да, сегодня записали. Да. Я надеюсь, что на следующей неделе он уже там будет. Идите. Так, ну что, тогда заголовки. Заголовки. Тогда. Шина-на-на-опа, шина-шина-на-и, шина-шина-опа, шина-на-опа, шина-на-опа, шина-на-опа. Рака-дига-дам-дига-дам-дам-дига. Да, вот эти звуки, которые вы издаёте. В самарской пятёрочке вор потерял яйца. Видео. Ну, блин, я понимаю его, потому что вот сейчас рядом с домом у меня открылась пятёрочка, а раньше её не было. Были только магниты рядом. И я уже знал, они же все примерно одинаковые расстановки. Там, ты знаешь, здесь колбасонька, здесь там просто мяско, а здесь пельмешки вот без спешки и всякое такое. Заходишь в пятёрочку, а там всё по-другому. И ты такой, куда идти? А самые странные пятёрочки, которые вот здесь, возле твоего офиса. Само здание, во-первых, не предрасположено к таким вот заведениям по типу большого магазина. Какие-то закутки, тупички. Там всё в каких-то коридорах вот так вот. И оно ещё расстановлено. И они ещё рядом две, и у них разная расстановка. И они выглядят очень похожими, но ты каждый раз путаешься, в какой вот энергетике здесь, а в какой вот там. Холодильники с напитками, их несколько, и они вообще в разных частях здания. То есть, не рядом стоящие, чтобы ты всё посмотрел и выбрал, а ты такой выбрал там, идёшь, 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 и ещё холодильник один. Через четыре километра, блин. Мне кажется, когда вы попадёте в ад, это будут две склеенные пятёрочки вот эти. Да, да, о, да. Мужчина в Улан-Удэ купил квартиру с жильцом и будет с этим жить. Ну, типа, с этим как факт? С этим, с вот этим вот. Я прям вижу, как вот редактору приносит эту статью. Это ты завернул, конечно. С этим это ж можно и так понимать, и так. Хорош, хорош, вот тебе премия на 27 рублей. Ого, а ты думал, журналистика. Сурок Серёжа из тульского экзотариума предскажет начало весны. Сурок Серёжа. Вы когда-нибудь Сурков Серёжами называли? Что такое экзотариум? Ну, я думаю, это что-то типа как террариум, только там живут какие-то экзотические... Чем не угодил зоопарк? Почему ты меня спрашиваешь? Немодно. Нужно же какое-то слово, да. I'm sorry, very sorry. Кекс, маффин, камкейк. Интересненько. Ну, бустерброд, сэндвич, брускетта. О, да, да. Исследование. Рыбы узнают себя в зеркале и даже на фотографии. Ну, это просто, чтобы вы знали, что рыба такая... О, это я. А вот Серёга. Да. Из экзотариума, кент мой. Проплывает мимо зеркала и такая... Ну, знаешь, как люди такие. Это как? Надо, конечно, на покраску чешуи записаться уже. Какая старая рыба уже. Разжирело. А бывают жирные рыбы? Конечно. Да. Чтобы типа они толстые. Есть же рыбий жир. Ну, я думала, это какой-то обычный такой, ну, нормальный рыбий жир. Не-не-не, это салон по липосакции рыб. Идут, покупают и потом продают нам. Я просто ни разу не видела толстую рыбу. Ну, как ты не видела? Огромные рыбы вот эти, которые возле луж продают у нас. Мужики вот этим обсуждали. Толстолобики вот такие, знаешь. Толстолобик, думаешь, просто так называется? Да, толстолобик. Лёб толстый. Жирный. Нет, толстый. Если бы жирный, был бы жирнолобик. Корпулентный. Корпулентнолобик. Ну, в целом крупный. Вот так. В целом крупнолобик. Корпулентный. Да. Ну, типа, ты меня столько научила. Тучнолобик. Извините, я не нравится. Ширококосный лобик. Ладно. Приметы на 2 февраля. Что нельзя делать в день сурка, чтобы не провести жизнь в нищете? Поздно, блин. Мне кажется, я... Очень поздно. Пару примет-то нарушила. Пассивно-агрессивно это. Что надо делать в день сурка, чтобы не провести жизнь в нищете? Ты ничтожество. Как и твой отец. Возьми свои беспонтовые копейки и хоть что-то с ними сделай. Вложи куда-нибудь в какой-нибудь бизнес. Хотя, какая разница, ты всё равно прогоришь и приставай оббежать твою кровать. Даша с тобой так разговаривает? Нет, почему? Ну, это так просто вжился в ролик, как будто бы каждый день это слышишь. Ну, слушай, я же работаю... Да ну нет, что ты, Даша не такая. Так и что? Ну, когда ты работаешь юристом и знаешь, вот эти вот моменты, когда тебе передают какого-нибудь проблемного контрагента, с которым уже, ну, менеджер какой-нибудь поработал очень хорошо и довёл его уже до коленя белого. Вот, и это самое... Он уже с тобой общается примерно вот так. Мы, короче, ваш контору. Тут до этого, раз этого. Я отойду до Верховного суда. Вообще-то, вы знаете, там что-то яму в Адыгее выкопаем, там всё, в вас прикопаем всех. И ты такой, мг, 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 претензию письменную напишите, мы им ответим. Как же ты всех бесишь там, вот этих вот разъярённых. Я себе представляю, как я бешу менеджеров рядовых, знаешь, вот, которые считают, что, ну, то, чем я занимаюсь, вообще нахрен никому не надо. Ну, типа, которые приходят и что? Ну, я говорю, по регламенту три дня договор вообще-то смотрится. Три дня просто посмотреть договор? Ну, типа, он думает, что я просто на него смотрю три дня вот так вот и ничего с ним не делаю. А потом, блин, этот человек отвозит продукции на пять миллионов, а нам не заплатят, и судись потом ходишь. Вот. А ты его потом тыкаешь вот так носом, как котёнка, в договор, типа? Кто это сделал, а? Да нет, а что смысл? Блин, я бы хотел пойти на экскурсию к Пашке на работу и посмотреть все, как он работает. Вот тут у нас бумаги лежат, и вот тут, а это принтер, который... Делефрик, в который я хавкаю на всех тут. Вы что там? Злой, как собака. Да, да, да. Возьми нас на экскурсию. Да, было бы круто. Хорошо. Когда? Нет, серьезно, мы с кайфом. Да понятно, что вы с кайфом, но вы себе очень много нарисовали ожиданий, понимаешь, там просто офисное помещение. Поздно, ожидания вообще возведены просто до небес. Абсолютно. Я уже представил, что это сериал «Офис». Ой, да. Хоть бы ты был Дуайтом. Не знаю, о чем бы. Ну и ладно. Пожилые собаки древних пород охотнее отвечают на вой волков. Ну это тоже так, для информации. Ну это же. Чтоб вы знали. Вдруг у кого-то из вас пожилая собака заведется. Обожаю вот эти вот мемы, что типа, о, люди, подойду к ним, погреюсь возле костра, что может случиться такого, ну типа волк, знаешь, и потом через 200 тысяч лет и там мопс в бантике жирный сидит такой. У меня болит живот, потому что корм не такой. Да, 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 да. Вот эти, конечно, животные, которые… Ну, мы люди сами в этом виноваты. Мы вывели эти породы. Ну да. Которые страдают. А ты сама не такая… Это не ем. Вот это вот. Дайте мне бургер, я выберу из него 70% ингредиентов. Не в сне, только лук. Только лук, булочку. И верхнюю булку. Да, да, да. И то только потому, что мне нужно разговаривать. Если я дома сижу, я все ем. Ты думаешь, если ты съешь лук, у тебя какой-то блок на разговоры будет стоять или что? Ну, типа пахнет луком. Ты очень переоцениваешь это, да. Там же не такое количество лука в бургере, чтобы… Ладно, в следующий раз я скажу, мне 13 луков положите. А вот если ты скажешь так, то да, тогда будет не очень приятно, наверное. Все поздно, вы уже подписались на это. Бургер 13 луков. Новая позиция в отстой бургере. Там типа будет вареный лук, маринованный, карамелизированный, свежий, восстановленный. Да, восстановленный. А что такое восстановленный? Ну, это как в маковских… Он подсушенный. И напитанный опять влага. Гнилой лук. Гнилой лук. О, да, 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 да. Гнилой вареный лук. Не почищенный лук. Не почищенный лук. И лук из-под мяса. Лук из-под мяса, это хорошо. Ой, там прям вообще… Лук, когда вынесли коробку с луком из погреба, одна выпала, на нее наступил дед. Соответственно, шелуха из этой коробки луковая. Тоже так, сверху. О, да, хорошо. Зеленый лук. Зеленый лук, нормально. Лук-шалот. Лук-порей. Красный лук. Слушай, реально, ну, уже накидали. Я думаю, что нормально, да. И кусок говна еще там. Ну, ладно, конечно, конечно. Это вот можете отдельно заказать. 50 рублей стоит. Опционально. Дорого. Надо удалиться повару на несколько минут, чтобы… Какой ужас. Все, не хочу ничего об этом знать. По предварительной записи. Ни с чего не… Сама вкинула, не хочу ничего. Знаете, что… Я не хочу детализировать. Вы, мальчишки, такие ужасные. Что с вами не так? Я хотя бы не детализирую. В отличие от некоторых. Ты, блин, общаешься с нами сколько, блин, десятилетиями уже. Ты знаешь, что мы накидаем, блин, в любом случае на все, что ты скажешь. Крысы. Ну, ладно, возможно, на все. Крыса, потому что в следующем заголовке – крыса. Которая украла колье из ювелирного магазина и попала на видео. Я думал, кальян ты скажешь сейчас. Колье из кальянов маленьких. Но там на видео она с потолка такая прыг. Да-да, утащила колье туда к себе, в крысятню. В крысиное королевство. В наш чатик с подругами. Ну, теперь крыса сидит такая. Какова красота, но вы посмотрите на нее. Господи. С моей черсткой так сочетается. Я всегда знала, что я необычная крыса. Я королева. Из каких-то благородных пород. И на повторе у нее рататуй идет там, короче. Я, может быть, даже не крыса, а я, возможно, балонка. Балыса? Балыса? Крысонка. Дурацкое такое слово. Ой, ну ладно. Все, все. Откашлялась. Откашлялась. Рубрика-бубрика? Бубрика. Рубрика. Бубрика. Да. Но сначала я попью. Итак, сомнолог подсказала простые способы легко просыпаться зимой. Павел Фас. Вообще в душе не знаю. Я не знаю ни одного способа просыпаться легко, когда бы то ни было. Но у меня сразу, что ты берешь две крышки от кастрюли железной. Очень легкий способ проснуться. Нет, это легкий способ разбудить. Разбудить, да. А вот самому проснуться. А проснуться самому. Ну, просто, блин, я даже когда... Я бы сказал, ну, просто спать до тех пор, пока ты не проснешься самостоятельно. Но в последнее время я, типа, просыпаюсь самостоятельно и чувствую себя все равно уставшим. Ты в 7 утра просыпаешься самостоятельно? Ну, нет. По схеме спи, пока спится. Вот это вот. И до упора. А как ты на работу ходишь? На выходных, я имею в виду. На работу я, конечно, по будильнику встаю. А у тебя нет такого, что ты в выходные просыпаешься примерно в то же время? Нет, нет, у меня такого нет. Он как-то спал почти весь день, я офигела. Я как-то спал, да. Я как-то проснулся, поел и еще спал. Тоже такое случалось. Ну, люблю я спать. Спать круто, блин. Это, я вообще, ой, я поражаюсь. Павел, дай ты мне автограф, пожалуйста. Зря. Попозже. Я вздремнуть планирую сейчас после этого. Блин, мне вообще надо бы к сомнологу какому-нибудь, потому что у меня жесткие проблемы со сном начались. Я очень мало сплю, я засыпаю только когда уже, ну, прям совсем вырубаюсь. Ну, потому что ты в доте потеешь. Ну, да, это все из-за комплюхтера твоего. Из-за комплюхтера, вот это ваше, аниме это ваше все. Кока-колы это и ваши. И бургерсаны вот эти. Шмепси вот эти, чипсы дурацкие. Чипсы, да, чипсы самые вредные вообще. Конечно. И сигареты эти дурацкие твои еще куришь. А, ты же куришь. Кури не дурацкие. А, да, точно. У вас же есть не дурацкие сигареты, пожалуйста. Блин, дурацкие сигареты. Вот, поэтому я абсолютно не понимаю, как проснуться легко. Вообще нет. Ну, смотрите, легко проснуться, когда соседи сверлят стены. Очень легко проснуться. Когда собака соседская. Ну, нет, это все негативные факторы. Да, нужно так, чтобы ты проснулся, когда надо, и такой, приятный утро. А, я знаю, когда я легко просыпаюсь. Когда мне надо на отдых лететь. Вот это вообще. Четыре часа утра мы просыпаемся. Конечно, просыпаемся. Помнишь, мы на Майске выезжали пару лет назад в четыре часа или в три часа ночи надо было встать. Все, я бодр, я готов. Поехали. Давайте. Ну, это да, да. Но там еще, видишь, легко проснуться зимой. То есть это вот как-то связано с... Ну, тем более. ...временем года. Если ты зимой такой в тай летишь. И ты такой... Зимой просто ночь длиннее. И просыпаешься еще темно. Вот, наверное, поэтому тяжело. Я просыпаюсь, когда светло. Да, я думаю. Я и засыпаю, когда светло. Не, я засыпаю, когда темно. Я вообще подозреваю, что ночи нет. На самом деле. Это вы придумываете. Ну, легко проснуться, опять же, если кошка вот на тебе спит и придавила тебя своей жопой. Я легко просыпаюсь. О! Легко просыпаюсь только, когда я голодный. И я такой, блин, знаешь, только вот чуть-чуть начинаешь просыпаться уже, понимаешь, что вот это уже... То, что ты в голове, это сон. И ты такой, а, я сплю еще. И такой, о, пожрать хочется. Потому что я не ужинал. И сейчас я бы что-нибудь... А там пастка есть у меня. И такой проснулся. Вот только так, наверное. Мне так легко проснуться, когда я держала режим питания нормальный. И там, ну, нужно было не есть после тренировки. У меня, допустим, тренировка. Восемь или в девять вечера я прихожу домой, все, есть нельзя. Хочется очень сильно. Вот. И все, вот этот чай попила. Кипяток просто. Вот. И... Интересный подход к чаю. Да. Утром... Ну, ты ложишься спать. В общем, какой, молочный улун или кипяток? Ой, кипяток, пожалуйста. Я, кстати, реально кипяток выберу вместо молочного улуна. Так вот, засыпаешь и думаешь, как я завтра пожру? Да. Да, да, да. И просыпаешься и такая, что там у меня? Опять же, когда вот куда-то едешь с друзьями в горы, допустим, вот на следующий день я такой просыпаюсь и понимаю, еще день тусовки в горах. Ой, да. И ты встаешь легко. Вот легко просыпаться на тусовочках в горах, когда ты просыпаешься, а уже кто-то жарит яичинку с сосисочками, и ты такой... А что там? Да, да, да. И тебе Саня будешь? Да. Ну, там еще такой момент, что мы просыпаемся в 12, например. Ну да, но легко же. Ну как? Конечно, были, были дни, когда нелегко было вставать. Ладно, да, признаю. Как еще легко проснуться? Завести себе птичку, которая будет щебетать каждое утро, и ты такой... Под щебетание птичек. Ну, если ты диснеевская принцесса, да, план хороший вообще. А, еще хороший способ легко просыпаться зимой – это постоянный стресс. Нет, мне не нравится такой способ. Где ты такой, ну, не можешь, ты тревожный все время, и ты не можешь нормально погрузиться в сон, и ты в полусне как будто бы... Ой, фу, хватит такое говорить. Да, Саш, обалденно. И ты просто, и ты так спишь, что, ну, примерно раз в час просто смотришь время, и такой... Блин, да. У меня такое бывает, знаешь, когда какой-нибудь суд, и я миллион раз спорю с воображаемым оппонентом, разрушаю его доводы в прах. Мне аплодируют все судьи, миллионы людей, которые пришли посмотреть про наш процесс, на наш процесс. Профессия адвокаты переименовывается в Павлопоклонники. Как он уел этого представителя-перевозчика, который должен был им 30 тысяч рублей. Вы видели? Боже мой, давайте снимем про этот сюжет на Первый канал. Вот. И ты сначала, ну, типа, феерически побеждаешь, а потом следующий... Потом проматываешь вариант, когда, наоборот, тебя разносят. И ты такой... Ну, как же... И все эти люди, которые в прошлое... Вот буквально только, что тебе аплодировали, они смеются над тобой. Говорят, что ты лох. Юрфак в моем универе переименовали в честь меня. Блин, как-то... Теперь это не Юрфак. Павло Мишаченко. Не, просто имени Павла Мишаченко. А, я думала Павло Фак. Вот. Поэтому, да, мне вот знакома эта история, когда 4 часа утра, а ты периодически вот в этих мыслях из них выбираешься, смотришь, сколько времени, и такой, мало спать осталось, конечно. И потом засыпаешь, и тут же звонит будильник, тут же, в эту же секунду. А ты даже не погрузился в сон, поэтому легко просыпаешься. Просто уничтожен внутри. Изнутри ты сгорел, поэтому... У меня недавно был легкий подъем. Мы с подругой ходили в бар тусить на закрытие. Ну, обтусились там вообще. Просто. Там обтусились. Обтусились. Это вот все. Все углы обтусили. Это обтусилось. Так вот. И мы пришли домой. Рано утром легли спать. Ну, естественно, я просыпаюсь еще в тусовочном таком настроении. И вижу перед собой один опыток. Такой вот он интересный. Сидор? Да. И я понимаю, что вот он легкий подъем. Я просто проснулась и такая, о, Сидор, почему бы не попить? Было очень легко. Действительно. С этим сложно спорить. Ну, я думаю, что это вот разовая акция. Не получится на постоянке всю зиму так делать. Ну, что же, у некоторых тоже получается. Некоторые так живут. Потом они переходят на более другие напитки. Так, но мы это не поощряем. Вообще против. Ладно, давайте узнаем. Что ж там на самом деле? Что там, да. Вкусная еда. Способы. Да, вкусная еда. О! Нет, нет. Чтобы взбодриться с утра, даже зимой поможет включенный свет и зарядка. Типа со светом спать. Как зарядка от телефона поможет тебе расснуться? Ну, ты ее держи крепко-крепко. И не отпускай никогда. Нет, ты ее должен перед сном... За рулем такой, с зарядкой в руках. Ты ее должен перед сном, уже почти спящим, спрятать куда-то и не помнить куда, и бегать искать. И ты так смотришься. Блин, да где она? Да елки, у меня 20% заряда. Мне весь день, епарасоте, где это? И бегаешь по квартире еще. По квартире бегать без зарядкой искать. И как раз зарядка. Зарядка. Анжумания. Анжумания. Это когда под кровать заглядываешь, там она или нет. А помнишь, ты как-то приклеивал будильник к потолку или что-то такое у тебя было? На первом курсе я ходил в университет на пары по-настоящему. И в первую смену все это было с 8, с 8.30 что ли, что-то такое. И, соответственно, мне нужно было не проспать. А я обладал таким свойством, как выключение будильника, не просыпаясь вообще. То есть, ну, я вообще открываю глаза, я четенько понимаю, что там... Мне могут даже позвонить, я могу поговорить с человеком, бросить трубку, дальше уснуть и не помнить разговора абсолютно. Алло, да, продавайте, продавайте. И фуры сразу грузите, отправляйте на Владимир. Да, конечно, все подписываю. Вот. И я понимаю, что не, нужно как-то встать, потому что тут уже там зачеты и все такое такое. Я просто поставил на телефоне будильника в кучу громко и приклеил к потолку над головой, получается, к дисплю. Очень сильно пожалел об этом. Твой сосед по комнате был в восторге. Нет, это еще не в общаге было, это было на съемной квартире на первом курсе. Вот. И я просыпаюсь, и надо мной висит телефон, который... За что я так сам с собой? Мне нужно было прыгать, доставать его. Естественно, я проснулся. А как ты его повесил туда? Я поставил на диван стул. Другой диван. Очень безопасная конструкция. Да. Вот, и приклеил. Вот, да. Я бы, значит, Владимир поставила бы какой-нибудь смех такой неприятный, типа хо-хо-хо-хо. Надменный. Да. Какой-то смех, блин, из порнофильма сейчас изобразил. Там так смеются. Как будто из Псковского. Извините, я не знаю. Может, у них вакансии есть, чтобы смех озвучивать? Я могу. По любасу есть. Там есть вакансии смех озвучивать, но там еще есть дополнительные функции. Другой функционал мне, пожалуйста, не надо. Оставьте себе. Приносить кофе режиссеру? Ну, что, я тебе кофе буду еще таскать? Ну, да. Унизительно. Я не хочу. Подбор актеров. Ну. Кастинг. Да. Ладно, все, я просто не хочу там работать. Фу. Ты знаешь, Даш. Ты какая привереда. Не надо обесценивать чужую работу. Я не обесцениваю. В принципе, я хочу, чтобы я не работала, а деньги были. Вот можно так, чтобы было. Блин, а я бы поработал в порноиндустрии, но не актером. Вот. Просто. Это же интересно. Угу. Ну, в России как бы незаконно чуть-чуть. Не поощряем. Чуть совсем незаконно. Осуждаем. Ладно. Анонс. Анонс. Подкаст о ремонте вернулся с новыми темами. Второй сезон «Нестрашного ремонта» посвящен экологии в доме и квартире, зеленым помещениям, апсайклингу, а также теме импортозамещения. Включайте на любимой платформе и помните, что ремонт – это не так уж и страшно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Йо ремонт. А, нет. Итак, ребята. Приключений час. Да, в Удмуртии отметят Всемирный день пельменя. Блин, нам надо в Удмуртию, получается, очень сильно. С 5 по 11 февраля. Так надо вообще ехать. Опишемся мы 9. Значит, да, вот будет этот фестиваль. Всемирный день пельменя, он называется. Для гостей приготовили пельмени, мастер-классы, розыгрыши, спортивные забеги и конкурс мемов про пельмени. Конкурс мемов про пельмени. Ваша, надо ехать. Мне кажется... Бахнул пельменей. Да-да-да. Перед открытием фестиваля организаторы уже дали старт фотомарафону, в рамках которого участники выкладывают фото с лепкой пельменей и других блюд удмуртской кухни. Также начался конкурс мемов и стихов про пельмени. Я считаю, что вы должны поучаствовать. Я надеюсь, там есть штучки. Пельмени, я люблю вас, мэни-мэни. Чтобы окей, да? Очень окей. Вот это очень affordable. Да, произведение можно почитать под хэштегами пельменьфест и пельменные строчки, господи. Обалденно, пельменные строчки. Блин, жалко далеко от нас, да? Да, так прям, блин. Я бы попробовал. Ну, я бы на самом деле, и мне очень интересно, что в удмуртской кухне за блюда, вот их именно, удмуртские. Пельмени. Там написано пельмени, Даша прочитала, и другие блюда удмуртской кухни. Другие пельмени. Ну, ладно, устраивает. Также пишут, что с 7 по 11 февраля в Ижевске откроются пельменные мастерские, где все желающие смогут освоить разные способы лепки и сделать брошь из шерсти в виде пельменя. Пельменные мастерские, Саша. Брошь из шерсти в виде пельменя, тебя не смущает никак? Ну, не тот аксессуар, который я буду носить, если честно говоря. Ну, мне кажется, неподходящий материал. Если это брошь в виде пельменя, то хочется, чтобы это что-то такое было. Что-то из мякиша хлебного надо сделать. Ну, из теста, может, соленого, я не знаю. Ну, блин, брошь в виде пельменя из шерсти. Да вообще, в целом, ну и брошь в виде пельменя из чего бы то ни было такое себе. Ну, пельмешек, он должен лежать на тарелочке, рядом со сметанкой, там. Может быть, уксусик это чуть-чуть капнуть. Или вот этого, знаешь, из хрена вот этого с томатом приправку, чтобы так поболтал там во всем. Да, и так нац. Мне нравится еще в сои вымокать. Да. Или вчерашние пельмени пожарить. На сливочном масле. Что за звуки? Это... Тоже озвучку хотите? Это звуки восхищения пельменями. Пельменями, да. У меня просто звук восхищения едой, это... Да. Это как будто ты в третьем ряду Золотого кольца где-то стоишь. Клупы и нет. За свистунами. Вот. Ну, в общем, там даже будет кубок КВН, пельменный кубок. Ну так, извините. А там будут уральские пельмени? Уральские пельмени. Собираем кабарет в Сан-Франциско и выезжаем. Уехали. А, нет, мы опоздали, он вчера был. Блин. Закроется фестиваль забегом по набережной Ижевского пруда или пруда за тазик пельменей. Годится вообще, блин. Мне кажется, нас жизнь готовила просто к этому. 21 километр. Давайте закончим. Ладно, можно за деньги просто купить пельмени. Но только если ты будешь носить брошь. Ну, блин. Ну, хотя надо посмотреть. Может, стильненько они там делают брошь. Ну, да, мне кажется, это можно сделать стильненько. Ну, пельмени из шерсти, не знаю. Ну, так вот. Что-то пельменитосов захотелось? Может, он просто из шерсти берет пельмени, знаешь, валяет его по полу. Бла-а-а. Как, знаешь, чупа-чупс. Что за гэдос? Ладно, нельзя издеваться над пельменями ни в коем случае вообще. Это божий дар. Согласен полностью. В общем, я бы сварила 10 пельмешков. Такая с лаврушечкой. Естественно. Вот, потом налила бы этот бульончик с 10 пельмешками. Чуть-чуть уксюсика, чесночини. 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 Помусякало бы. И вот так вот берешь ложечку, слюни. Короче, у тебя там немножко бульончика, немножко пельмешки. И такую капельку мазика. И так. А ты руками ешь, да? Ну да. С бульоном. Блин. Ну нет у меня приборов дома, за что? В общем, так вкусненько. Не, ну все-таки вот пельмени с бульоном, в этот бульон все-таки, ну, надо, чтобы это был бульон прям куриный или там какой-то. А мне... Потому что все-таки вот водичка, в которую ты просто варишь пельмени, ну, он такой себе, пустой получается, не очень вкусный. Я, когда готовлю что-нибудь из курицы, остаются кости, я их вывариваю, делаю такой крепкий бульон, я его замораживаю. Концентрированный. Да, да. И бью потом людей. Да, потом вот так вот по окну выкидываю. Потому что я дурачок. Побежал, да. Не, ну это тема, это тема. Я вот в таком бульончике люблю. Я как-то, знаешь, вот среди вот этих всех пабликов во Вконтакте был подписан на миллиард про рецепты. Я сейчас подписан, просто черт его знает, что с ними, я не захожу во Вконтакте. Вот, и там была схема, прям, как вот разделать курицу и как ее заготовить максимально, типа, по полной. Да. Ну, то есть, там отделяем это, отделяем то, там, грудку перемалываем, делаем котлеты, крылья там окорочка туда-туда-туда. И вот, типа, вот эта тема, что все оставшееся, вот, что не пригодилось, вывариваем и, типа, бульон делаем. Все так. Блин, я живу одна, у меня никогда не бывает дома целой курицы, кроме меня. Так вот, я не покупаю целую курицу, потому что, во-первых, мне не нравится ее разделывать, это раз. Во-вторых, я не, ну, не люблю крылья, только те, которые Паша делает на своем мангале там. Ну, это на мангале и Паша. Да, да. Ну, да. Ноги, ну, я тоже, как бы, такси. Ну, мы знаем, как ты ешь. Вот. Только белое мясо я, в основном, употребляю в пищу. Я уверен, ты и просто из белого мяса что-то выриваешь. Да. Да. Я вот только вот это вот одно волокно, знаешь, снял. Ну, нет, там какие-то штуки. Я объелась. Штуки, которые не жуются. Так вот. И мне, ну, не выгодно покупать. Штуки, которые не жуются, вряд ли это белое мясо. Я тебе потом покажу. Так вот. Кусок лего, знаешь, что ты делаешь. Вот. И я покупаю только, ну, типа, готовые уже эти куриные штуки. Белое мясо. Белоготочки. Да. И, ну, типа, из них как бы бульон, ну, такое себе. Ну, да. Из груди, грудок куриных там ничего не было. Из кого мне варить бульон? Я как-то купила куриную ногу, такая, бултых в кастрюлю. В магазинах также продаются грудки целые, с костью. Да. Ну, это тоже не очень. Тебе надо, ну, вот прям... Чтобы он был на жористкой. Скелетные части. Да. Ну, вот это вот хребет, допустим, с шеей. Вот он хорошо подходит. Ну, на жористый, насколько это возможно, для курицы. Да. Ну, да. И это самое, там, вот где красный, ну, там голень. Вот она хорошо подходит для бульона. Ну, и что мне делать? Ничего не делать, господи. Если тебе не интересен бульон, зачем тебе вообще эти знания? А, точно. Я же обычно немцы. Ну, иногда хочется куриного бульончика. Ну, и там соусы какие-то, или просто иногда бахнуть там до чего-то, вот чуть-чуть бульона, иногда прям просятся. Да. Ну, да. Да. Пельмени. Да. А жареные пельмешки. Я даже вот... Мне нравится жарить не вчерашние пельмени, а прям вот, прям замороженные брать. Так. А они прожариваются, ну, типа? Оф-корс. Оф-корс? Да. Оф-корс? Оф-корс. Опа-па-па, отдыхаем хорошо. Я не знаю, кто это. То рэпер Сява и не это он пел. А что он пел? Что за сложные вопросы? Сложно, да. Это слишком глубоко в чертогах разум. Ну, ладно. Ну, если вы знаете, напишите в комментариях, что исполнял рэпер Сява и как у него вообще дела. Возможно, он на нас подписан. Привет тебе. Здравствуйте. 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 Мы реально уже лет 47, знаешь. Ты говоришь, да-да-да. Недавно в дарах Камчатки брала пельмитосы. Они черные, с чернилами каракатицы, и внутри какая-то рыба красная. Горбуша, что ли, кто-то там. Какая-то рыба. Ну, вкусненько так было. Я варю их, такая... Как будто бы богачка. А как богачки варят пельмени? Покажи нам. А-а-а, красиво такая. Выходишь. В пеньюаре шелковом, да? Спускаешься со второго этажа квартиры. В пеньюаре шелковом такая. Бултык вставая. Ох ты, ёпки. Твою мать. Да епки. Нет, я еще их запекала в сливках. Понятно, да? Мне, кстати, не нравится такое. В сливках запекать? Нет, это с рыбой, с рыбой. А, с рыбой может быть. Последнее время вообще вот эти все сливочные соусы к чему бы то ни было, ну вот, неприемлемо. Ну, как-то очень тяжело это ездить. Надоели? Да, как будто ты их перепробовал всячески. Такое может быть, да. Да, и ты прям, ну, сильно нажорил. Позвольте, Павел, себе небольшие каникулы от этих сливочных соусов. Поэтому если пельмени буду есть, буду там руколу туда сыпать, что-нибудь такое. Свежесть. Свежесть. Свежесть, да. Нотку вот этой вот, знаешь, овощной штучки принести, чтобы. Я так в пасту недавно принесла в сливочный соус нотку базилика. Ну, я взяла базилик с подоконника, который умирал. Такая, думаю, хватит умирать. Собери, работай. Иди в соус. Я, да, почикала его, кинула в блендер, чесночини, немножечко сливочек налила, соличка, перчичка. И в блендере это все мусякаешь. И в пасту выливаешь. И в пасту выливаешь. Вкусно. А что было? Годится. Вот. Ну что? Захотели снова есть? Блин, да. Да, я бы сейчас пельметосов навернул. Только домашних. Не благодарите. В Удмуртию надо ехать, получается. Получается, что так. Ну, они, кажется, по-моему, не пельмени там называются, а как-то чуть-чуть по-другому. Типа пельнени. И это переводится еще как-то... Типа вареное ушко. Не пельмени. Вареное ушко или как-то так. Ну, есть же там медвежье ушко, да, или ушко, ну, как-то так, пельмени. Как-то так. Вот. Пельмени оттуда. Прикол. Ну, из тех краев, точно не знаю. Итак, следующая новость. Давай. Во Франции запустили сервис доставки некрасивых овощей. Типа, ну, вот такие они. Блин, а вообще же есть вот эта тема, что ты покупаешь вот несколько перцев болгарских и выбираешь, ну, вот, который покрасивше сначала. Ну, конечно. Хотя, ну, когда ты его порежешь, а потом еще что-нибудь с ним там сделаешь, да. Типа барабан какой-то кривой, косой был. Он же вообще превратится такой, не видно, какой он был красивый. Ты покупаешь несколько болгарских перцев. Сначала выбираешь красивые, потом менее красивые, потом некрасивые. Ну, да. Я всех красивых выбираю. Ну, ты выбираешь всех красивых, но потом в этом рейтинге красивых ты выбираешь, кто из них наименее красивый. И кто умрет просто в холодильнике, знаешь, потом ты, блин, скукожился. Ну, в общем, там сервис, который ездит по всяким фермерам или там каким-то оптовкам. Есть такое слово там вообще. Ну, да, Франция знаменитая своими оптовками. Или оптовка. Ну, в общем, они покупают у них продукты вот эти вот, которые некрасивые, покупают их очень дешево. Ну, и продают, соответственно, тоже... Очень дорого. Очень дешево. Ну, вот. В чем бизнес-модель? Ну, они как бы чуть дороже, чем купили. Надо брать некрасивые и говорить, это эко. Вы понимаете, вот все, что красивое, это накачано генно-модифицированной красотой. Ну, это, мне кажется, здесь у нас сработает. Оно все вредное. Да нет, глупость бездесят. У вас от этих красивых овощей у сына хвост вырастет завтра. А вот этот вот, показываешь самый убогий, мягкий корнишон. Ну, знаешь, вот эта тема вообще, они 100 евро дают. Вот так вот. Ну, короче, вот некрасивые овощи теперь не будут выброшены просто так. Их теперь кто-то купит. Мне нравится такой подход, когда продают что-то, что не очень выглядит. Но, типа, знаешь, где-то была картинка пекарня, и рядом просто поднос, типа, я такой же вкусный, но не получился. И там какие-то некрасивые кексы, знаешь, чуть-чуть на бок сбежал там. Ой, ой, бедняжечка. Он чуть-чуть дешевле, но он такой же вкусный. Ты довел до слез, да, чтобы. Он такой же хороший, вкусный, просто не получил. Просто не получился, но он пытался, пытался. А в душе он даже лучше, чем эти красивые. Чего, бедняжечка, да, хватит. Ой, блин, это уже смех. Мать, ну ты чего, бедняжечка. Это уже смеха. Почему у нас нет салфеток? Вот, и эти грустные кексы никто не берет. Потому что, ну, они не получились, хотя они очень старались. Хватит. Второй раз я не поведусь. Ты уже выплакалась? Нет. Ну, короче, ну это мило. Конечно, ну вот, у нас там в станичках нет же такой проблемы. Ну, некрасивые овощи, они просто пойдут, как корм птицы, скоту или кому-нибудь еще. Даже нет, даже просто, типа, и что? Что, никто не увидит из домашних? Ты порезала в салат этот кривой помидор и все? Нет, станичные это прекрасно понимают, что оно, типа, от красоты помидор вкуснее не станет. Ну, вот серьезно. Он может быть вот прям кривой косой, но он быть вкусным. Это такая метафора, знаешь, типа, если у тебя там, не знаю, низкая самооценка, ты думаешь, что ты некрасивая, тебе подходят и говорят, что от красоты помидор вкуснее не станет. То есть ты, типа... Да, типа, помидор. Типа. От красоты помидор вкуснее не станет, но, блин, и красивее он от этого, как бы, тоже не будет. Не, ну, типа, что не в красоте дело, что это все равно классно, неважно, как ты выглядишь, ты, типа, классно. Короче. Господи, это из какого-то фильма с Дженнифер Лопес сейчас. Нет, это было из фильма про метафору с помидором. Блин, эти фильмы с метафорами про помидоры, обожаю. Вот, а я вспомнила эту акцию про одинокий банан. Вот, и я теперь часто беру одинокий банан, потому что я одна, банан один. Месь поплатим вечером. Тебе надо что-то делать со своей жалостью к овощам, я тебе так скажу. Ну, во-первых, это просто овощи, они не... Банан – это фрукт. Более того, как бы, ну, нет ничего страшного, если они пропадут, это естественный процесс вообще. Они просто превращаются в перегной, и все. Если я возьму вот эту вот жменью бананов, кисть. Гроздь. Гроздь. Смаю. Компанию бананов. Вот эту компанию бананов я возьму, но я не сожру их, они все умрут. Кроме одного, наверное. Ладно, полтора. Ну да, типа первый, который ты съешь, потому что ты очень хотела банан. Вот, и остальные умрут от старости. Ну да, значит, те, как просто... Поэтому я беру, да, типа себе один банан или два банана. Очень интересный подкаст, да? Или три банана. Иногда четыре, может, пять. Беру максимум два банана. Чтобы... Ну, чтобы одному не скучно было, да? Чтобы один не грустил. Когда ты ляжешь спать, чтобы он не страдал от одиночества. Ну, с другой стороны, если ты один съешь, другой-то один и останешься. Да, у меня сейчас осталось полбанана. Он от тоски умрет вообще сразу, потому что... Полбанана осталось. Полбанана, вот это да. Паш, у тебя когда-нибудь оставалось полбанана? Никогда. Я вообще не помню, чтобы у меня что-то оставалось. Ну, я просто в кашу порезала полбанана, и полбанана осталось. Вот если бы я резал в кашу банан, я понимаю, что целый банан в кашу порезать много. Я порезал полбанана, и полбанана просто съел. Такой прикольный кашу с бананом, и банан ет, как идиот. Я, если честно, когда иной раз салат режу, знаешь, беру огурец, ну, мы-то и отрезаешь попки. Ну, и типа, выкидывать их, что ли? Нет. Так часто. Я выкидываю. Кто здесь главная мусорка ест? Не надо так себе, Паш. Потому что, знаешь, вот эта часть огурца, она такая же, как и средняя часть огурца. Такая же вкусная, из того же состоит. Просто не получается. Ну, иногда горькие. Иногда попки горькие. Ну, это в зависимости от того, что ты, я не знаю, я уже 200... Что-то там не хватает каких-то веществ. Я 200 лет уже не попадался, попадал на огурцы, у которых вот горчит, либо там кожура, либо... Все синтетика одна, потому что... Ты тепличные ешь, там все, типа, тепличное. А вот у Титова все огурцы горькие. Да. Я их горчицей поливаю. Ой, что-то вот это по еде мы сегодня... Все. Да. Мне кажется, мы уже сошли с ума. Это была пицца с какими-то веществами, походу. Колбасными. Раз, колбасными! Как там? Мы танцуем до утра. Нас качает колбаса. Раз, 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 это хардбас. В спортивках Адидас. Да, дальше я не знаю. И на найках пацаны слушают хардбасы-басы. Вот, как сказал дядечка. Да не-не-не, она просто не в теме. Ладно, с вами сегодня были дядя Саша. Здорово, молодежь, что там? Дядя Паша. Всем вам вот это... Молодцы вы. Вы вот молодцы все, я считаю. Потому что наше поколение, оно как-то вот... Да мы пожили уже. Прошло и прошло, как бы. А вы, конечно, вот это у вас там всякие там... Вся надежда на вас. Тиктоки, там, битховины. Битховины вот эти, да. Молодцы, молодцы. Здоровья вам. Ну и с вами была тетя Даша. Ну что, невеста-то есть? Ой, что ты лезешь, что ты лезешь, Тиму? Все, 50 рублей, 50. Держи, не чужие люди, нормально. Бери, бери, ты это... Да-да-да. И Косте Рексу возьмите. Давайте, пока отец отвернулся. Нальем тебя. Ну куда? Куда? 14 лет уже здоровый. Да пускай лучше здесь с нами, чем в подъезде где-то. Кто-то, барматурку какую-то. Тут все нормально, я это сам гоню. Вот тут все ненормально. Все, всем пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok